Здравствуйте, это библейский портал Экзекет, с вами священник Стахик Латвин, и сегодня мы с вами разберем один единственный стих из Священного Писания. Этот стих будет из притчи, которая, конечно, у всех на слуху, которую все знают, все слышали, и поэтому нельзя сказать, что стихи из этой притчи обойдены вниманием. Действительно, бывают какие-то места Евангелия, которые вот в воскресенье они не читаются, читаются в будние дни, а когда человек даже дома читает, ну как-то так пробежался и дальше пошел по своим делам, не размышляет. А тут вроде сейчас мы коснемся той притчи, которая многократно разобрана, сколько вот каждый год ходишь в храм, проповедь батюшка скажет, книги написаны, как-то она проанализирована, но хотелось бы все-таки заметить, что и в такой ситуации очень важно обращать внимание на детали, потому что можно за деревьями не заметить лес, а можно наоборот, за лесом не заметить дерево, можно взять и не заметить за человечеством и нужными человечеству конкретного человека. Ну это тоже так часто бывает, как раз, ой, благо народное такое-то, а где же благо отдельного человека? И точно так же можно не увидеть, например, за борьбой со страстями, за спасением души, за некоторой битвой со грехом, то, что в каком-то грехе ты просто погряз. Точно так же и мы должны в каждой евангельской притче видеть не только общий смысл, но обращать внимание, что мы можем вынести из каких-то отдельных, как кажется, просто уточняющих слов Христа и Спасителя нашего. Потому что если Дух Святой это для нас сохранил, значит это, безусловно, важно и полезно для нашего спасения. Итак, откроем сегодня 16 главу Евангелия от Луки и прочтем 30 стих. Он же сказал, нет, о Чавраме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Думаю, уже все догадались, что это притча о богаче и Лазаре, длинная притча, больше 10 стихов. И этот стих, он так тоже прочитывается почти на ходу, потому что уже развязка близка. Богач, Лазарь, ну в двух словах, конечно, напомню, что богач пировал, Лазарь, ну по сути бомж. Он был несчастный, лежал, болел у его дверей и никакого милосердия не видел. Лазарь попал. Лона Аврамова, некоторое ветхозаветное предвозвестие райского воздаяния. Богач, увы, мучается адскими мучениями. И просит, что даже вот если не получается ему облегчить свои собственные страдания, то чтобы Лазарь взял воскрес, пошел к его братьям пятерым и им подсказал, что надо как-то жить иначе, не так, как жил этот богач. Чтобы они спаслись, чтобы они хотя бы вот наследовали царство небесное. Авраамским беседует богач, говорит, ну у них есть Моисей и пророки, пусть послушают их. Но богача это не убеждает, он вот говорит, нет, отче Аврааме, если кто из мертвых придет, к ним покаяться. А здесь мы не будем углубляться в толкование притчи, обсуждение того, что это за лон Авраамова, чем отличалось оно от райского воздаяния после смерти и воскресения Христа. А все-таки постараемся выделить некоторый практический смысл и на этом печальном приточном примере показать, от чего нам на пути нашего спасения надо стоять в стороне. Это прежде всего от того, что говорит Господу. Да, Господи, мы в принципе с тобой согласны, и я вот готов спасаться, но, и вот как только начинается это но, сразу вот все попытки нашего спасения, они нивелируются. То есть, ну, каждый к себе может представить, применить это на примере того, в чем мы себя попускаем. Например, вот я, да, хочу жить там честно, никого не обманывать, продавать там качественный какой-то там товар, но все торгуют какой-то там гадостью, поэтому, ну, я буду торговать, а интуэтом разорюсь, говорит торговец. Да, или там человек берет и спортом занимается, ой, ну, все спортсмены, они там допинг принимают, и я пока не попался, ну, я тоже его вколю, ну, как бы, ну, Господи, нет, вот в таких условиях. Или это может быть не про данность, а это может быть, наоборот, про некоторую, так вот, попытку там сторговаться с Богом. Да, Господи, вот ты мне Евангелие дал, я его, в принципе, понял, разобрал, посмотрел ролик на библейском портале Экзегет, и теперь я его буду в своей жизни применять. Но для начала, Господи, вот, ну, мне просто очень тяжело применять вот с такой зарплатой, укажи ему начальника, чтобы он мне индексацию зарплаты сделал, вот там, ну, там, ну, тысяч на десять, вот. И тогда вот точно у меня все заповеди слова, что вот, ну, у меня десяти тысяч в месяц не хватает там для спасения, да. А тоже, конечно, не получится. Не получится, потому что здесь мы идем по пути этого богача. Он может сказать, да не, не, это ж мы люди бедные, это богач, он там богатый, а мы, нам вот этого не хватает. Нет, там может быть совсем другое. Ой, там, Господи, я, например, готов не блудить, я готов жить целомудренно, но вот ты мне пошли там приться на белом коне, чтобы вот я такая прекрасная невеста в белом платье вышла замуж, и тогда вот все, ну, никакого блуда не будет. А так до этого, ну, почему-то не поблудить, ну, там, надо же как-то там себе мужа найти, да, ну, или наоборот, юношу, может, там, что, жену найти. А я говорю, нет, дружище, если ты выбираешь путь греха, то никакая торговля с Богом тебе не поможет. Вот не помогло же богачу спасти его братьев вот этот спор с Авраамом, где он говорит, нет, нет, Авраам, ты не понимаешь, я лучше их понимаю. И точно так же сказать, не, Господи, ты не понимаешь, ты, да-да, твои запады, в принципе, верны, но вот в отношении меня ты сделал ошибку. Да как же, Господь лучше всех знает наше сердце. И более того, тут почему глупо с Господом спорить, Господь же, Он нам ничего дурного не желает, дурного не делает. То, что Он нам уделил, и какие-то испытания, и какие-то проблемы, и наоборот, какие-то уравновещающие радости и сильные стороны, все это Господь сделал ровно для того, чтобы сделать такую систему сдержек и противовесов, чтобы нам спасение души обеспечить. Обеспечить. Но обеспечить не насильно, а обеспечить вот эту некоторую трассу, по которой мы можем либо проехать по пути спасения души, либо на этой же трассе сразу же куда-то в кювет свалиться и в гену огненную постепенно начать сползать, а то и сразу рухнуть. Поэтому мы здесь, внимая вот этой притчей о богаче и Лазаре, должны думать не только о том, что вот там надо там позаботиться, там покормить бомжей, что тоже там есть какой-то заработок, надо с кем-то поделиться, да, что, ну или в принципе какое-то милосердие проявлять. Все это очень хорошо, это очень важно. Но надо все-таки, раз Господь недаром так подробно этот диалог приводит между Авраамом и богачом, что все-таки надо из него вынести вот одно дело про действие, а здесь все-таки про слова, про общение. Про общение с Богом вынести важный урок, что, конечно, у Господа мы ничего не можем требовать и не можем ставить условия. Тут минуточку можно сразу возразить, что, ну там, а у Господа ничего попросить теперь нельзя. Нельзя сказать, Господи, ну правда там пригодится прибавка зарплаты. Или, Господи, ну правда мне легче будет, там, если муж, жена там найдутся, да, там смогу свое семейное счастье там построить. Ну что, Господи, плохо это? Так нет. Может, пожалуйста, можно об этом молиться, можно об этом просить. Но нельзя ни в коем случае ставить условия, что, Господи, ты мне вот это дашь, и я тогда начну это делать. Как и люди, которые очень часто приходят в храм, встречаешь людей, которые в храм, ну не ходили, ну или ходили, там, свечки ставили. То есть их привела в храм какая-то проблема. Или даже в храм не привела, а там зовут, ой, батюшка, приходите в магазин осветить. А что такое? А вот у нас что-то там, то народ ходил, а то не заглядывает, посещаемость упала, доходы падают. Ну, батюшка, что он же не шаман, что там взял, там покоропил святую водичку и оборот в кассе там увеличился. Конечно, не в этом дело. Другое дело, что христианин должен свое любое дело Господу посвящать. Что каждый свой шаг, каждое свое слово, каждое свое мысль Господу обращает. И должен сначала Господу все предоставить, показать свою любовь на деле. А потом уже вполне Господу доверять, что он не забудет. Господь ни разу ни перед кем в долгу не остался. За исключением тех случаев, что Господь остался в долгу неоднократно, это когда мы Господа своими грехами оскорбили, а Господь нас не покарал, Господь не дал нам каких-то искушений и испытаний, хотя мы их, в принципе, заслужим. Да, вот здесь Господь, наоборот, как-то попридержать этот расчет. А вот в плане добродетелей всегда Господь добродетель вознаграждает. Но тут наша вера в Бога, она все-таки должна подразумевать доверие. Вот в этом богачею видно, что он пребывает в аду, потому что он по-прежнему, вот по его словам просто судить, отделена Христа. Веры в Бога у него нет. Потому что вера подразумевает доверие. Если ты веришь Богу, ты и Богу должен доверять. И вот богач, он не доверяет Богу, он не доверяет Аврааму, пророку Божию, посланцу, избраннику Божию. Он не доверяет думать, что лучше как-то сам разберется. Нам тоже надо важно Богу доверять. То есть мы берем и делаем доброе дело. Мы берем и терпим какие-то неудобства. Мы берем и помогаем кому-то. Не потому, что мы думаем, что вот сейчас Господь нам с небес пошлет дождь, из денег, пошлет железное здоровье, решение всех каких-то проблем. И не то, что вот да-да-да, Господи, ну сколько там нужно еще продержаться в заповедях и когда награду получить. Господь уже и до этого, в принципе, сказал. До этого уже Господь сказал, радуйтесь, веселитесь, яко награда ваше много на небесах. Вот там уже сомневаться не стоит. А здесь, однако, Господу тоже все-таки следует доверять. Это не значит, что все, ну как там в итоге, батюшки, как всегда печально. Давай здесь мучайся, страдай, а потом в Царстве Небесном восемь награда будет, да и то, если туда попадешь, то мало ли в отце гремишь. Вот в этом тоже наше доверие Богу проявляется. Что мы говорим, Господи, мы даже получили больше, чем этот богач. Богач говорит, если кто из мертвых придет к ним и покается, так ты к нам из мертвых пришел, ты воскрес. Вот мы каждое воскресенье начинаем нашу неделю с похода в храм, да, потому что мы празднуем твое воскресенье. К нам пришел кто-то из мертвых, то, о чем богач мечтать не мог. И пришел не просто вот там лазарь бомжующий в гное рядом, а пришел сам спаситель мира, который такие чудеса творил. Поэтому, Господи, ты воскрес, и вот этот гимн твоего воскресенья вселяет нас в надежду, показывает нам, что ты действительно о нас заботишься. Поэтому и куда легче довериться Богу, куда легче довериться Богу и выполнять заповеди не в надежде на какую-то торговлю. Ой, Господи, я поставил такую-то свечку, а ты мне, Господи, теперь что-то там должен, сделай мне. А действительно, Господу доверяйте просто по-христиански жить, если ты помнишь и приобщаешь его воскресенье. Именно поэтому очень важно начинать с каждую неделю в храме, начинять предчастием святых христовых тайн воскресный день. Порой можно услышать, что ой-ой, какие-то люди чересчур верующие, что они там ходят, это слишком святые люди, могут ходить в воскресенье, в храм, приочищаться, а вот мы люди простые, нам как-то не до этого. Нет, вот если человек святой, совершенный, он действительно может в храм воскресенье не прийти. Вот Мария Египетская 40 лет в храме не была и по воде все равно ходила. Замечательно, если можешь пройти по воде, не ходи. Если чувствуешь, что доверия Богу полностью-то нет, если все равно сомневаешь его промысл для себя, то значит, ты в группе риска и все-таки тебе надо, как вот это мечтал богач для своих братьев, убедиться в том, что из мертвых воскрес и пришел, чтобы нас спасти. И каждое воскресное богослужение об этом себе напоминать. Тогда у доверия Богу будет настоящая точка опоры, и спасаться будет значительно легче. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok